вот вот так вот вот так вот мы готовим мяско сейчас объясню ситуацию вот то чем я занимаюсь для вас это то что доктор прописал сейчас объясню о чем речь идет то есть шашлык который вы берете в любом месте стоит ну примерно 220 рублей вот это на один шашлык то что на шашлыке не буду говорить кто вам что-то сделает могу сказать что скорее всего вот тут шашлыка даже не будет того веса который оговорен скорее такое не будет 220 рублей чтобы вам хорошо покушать вам надо 2 шутка вот что вам хорошо покушать и так получается что вы более-менее наелись нормально то есть это 500 рублей и по-другому не получается вообще никак теперь 500 рублей и не покушали то что мы вам показываем да то есть грубо говоря вот сюда во все вложено всего 3000 рублей грубо говоря мы взяли шесть пять килограмм мясо грубо говоря к этому мясу я еще затарил все что нужно было то есть я взял кинзу базилик лук естественно все это естественно мочится в луке вот и вот чтобы потом все это было сейчас я расскажу сколько на тот вес который я взял можно людей накормить то бишь по сути если мы говорим по 500 грамм миска то это 10 человек 10 человек может это дело покушать и это вот называется то чем зарабатывают продавцы шашлыков может быть не столько сколько я вам сказал вот примерно 10 раз подъемчик то идет вот примерно такая ситуация когда мы берем пельмени недавно мы делали пельмени ну конечно вот поплюхаться примерно столько сколько я с этим делом занимаюсь представляете я сюда добавляю еще этой штуки у вас нету это я пока не привез гоа виндала очень-очень штука вкусная но ее надо очень немножко чуть-чуть подсыпать все потом все это дело так вот доделываем вот и вот эта штука у нас получается то есть о чем мы сейчас говорим гораздо проще взять мясо и все это сделать самому ничего сложного нету единственно что проблемка вот кстати насчет рака вот когда мне говорят что там надо есть не надо есть так вот везде и всюду говорят что по сути вам надо есть мясо но мясо должно быть печеное вот и мясо должно быть вот это не гриль это мясо на углях тоже штука очень хорошая другого варианта и нету то есть и это там тоже необходимо кушать вот если с этим вы прекрасно понимаете что мясо на стало гораздо больше вот что касаемо опять же моего дальнейшего приключения да то есть я прожил по тому самому ограничению по времени который у нас в россии два года и шесть месяцев сейчас идет два года и седьмой месяц вот к сожалению к сожалению вот пока до четырех лет срок ограниченный для меня индийскими специалистами я буду этим заниматься вот теперь возникает вопрос вот куда я еду и кто мне помог в этой поездке вот это да вам бы это попробовать так вот кто мне помог мне помог мэр наш помог мне деньгами спасибо ему огромное вот помог мне два человека который уже не присутствует в нашей городской думе вот конечно денег стало очень мало вот ну ладно хоть эти люди помогли то есть что-то что-то мне пришлось от них взять все остальное но пришлось заработать самому ну вот другой вариант я уже попросился пообщался с магнитогорцы помогите мне я все-таки клоун вас вот но не помогают они мне а другим людям которые они уже помогли и сумма то было извините я просил всего лишь 10 тысяч долларов а там сумма была под 50 тысяч долларов ведь не получилось то есть о чем мы говорим я последний раз уже говорю больше не буду говорить просите меня вот если вам нужен клоун то надо клоуна и поддерживать по сути они с таким отношением относиться но есть люди которые понимают о чем идет речь я в итоге веду абсолютно правильные свои передачи вот и поеду в проект на протяжении последних нескольких недель вот я общался с нашими депутатами да то же самое говно что и наши бизнесмены 95 процентов работников комбината те же самые нехорошие товарищи то есть ребятишки вот такая ситуация у меня возникает очень жалко что город мне не помог ну да и ладно ну с другой стороны чтобы поняли да то есть я вам сегодня объясняю как есть и делать это все дешевле то есть вы хотите качественный результат качественный шашлык делать сами вы хотите качественные пельмени тоже делайте сами потому что никаких проблем по сути не существует накрутили ну день там жена и с тещей слепили то есть по сути событий от вас примерно три часа на мясорубке и теща с женой и еще примерно пять часов может быть чуть больше и это уже шикарный результат и этими пельменями вы можете также питаться потому что мы их положили холодильник вот таков у нас результат